В июле месяце меня ждал большой сюрприз от моей подписчицы Мариночки Шматковой. Она мне написала сообщение на мою страничку ВКонтакте, что она хочет мне сделать подарок. Знаете, это всегда очень-очень приятно, очень волнительно, но в то же время чувствуешь себя неловко, когда просто тебе человек хочет сделать какой-то подарок. И я, конечно же, согласилась, мне было очень интересно. Пришел подарок, в принципе, быстро. И я бы получила сразу на почте, открыла вот этот конвертик, да, и хотела посмотреть, что там. Но когда я увидела вот такую красивую упаковку, с такой любовью, и так все аккуратно упаковано, то мне захотелось показать вам всю распаковку и показать вместе с моими покупками. Но у меня два заказа. Один заказ пришел быстро, а второй у меня потерялся. И я не знаю, когда он теперь придет. Поэтому я решила не ждать, потому что уже руки чешутся. Хочется поскорее открыть и пользоваться этими прекрасными вещами, которые мне подготовила Марина. Мариночка, сделаю пару слов. У Марины своя страничка ВКонтакте. Я, конечно же, оставлю все ссылки. И Марина не просто рукодельница, она вышивает, но также она изготавливает очень красивые, интересные вещи. Вот в частности, очень красивые коробочки в технике картонаж. Эти коробочки не просто красивые, они очень хорошо продуманные. Все отделения. И сразу понятно, что это сделано рукодельницей для рукодельниц, с пониманием как бы всей практичной части использования данной коробочки. Главное, Марина занимается изготовлением замечательных маячков для ножниц, для нитковдевателей, для закладок. Каждая вещица – это произведение искусства, подготовленное специально с учетом интересов человека, стилю ножничек, очень красивые вещи. И вот Мариночка тоже для меня придумала специальные маячки, как она видит меня. И она мне приготовила несколько маячков. Поэтому сейчас мы вместе с вами откроем, посмотрим, что же Марина приготовила мне. Мне очень-очень интересно. Я вот часто захожу на ее страничку, смотрю на эти красивые вещи и вдохновляюсь. Конечно же, мне была вложена вот такая рукодельная открытка, очень красивая, с приятными, добрыми словами. Мне очень-очень приятно. И, ну вот, настал этот момент. Знаете, мне даже не верится, что я наконец-то открою эту красоту. Все так интересно, хорошо упаковано. Ну что, приступим. Ого, в конвертике здесь. Много всего я даже не ожидала. Ничего себе. Марина, ну ты меня порадовала. Вот такая бобинка. А мне сразу попалась в руки, потому что она большая, картонная, большая бобинка. Мне очень нравятся такие бобинки. Класс. Вот такие интересные штучки. Это дерево, очень хорошо обработанное. И есть здесь дырочки для вышивки. Совушка, кстати, в тему, потому что я собираюсь принять участие в совместном проекте от Хобби Арт, от Ольги. И поучаствовать в совместном проекте такие разные совы. Вот там я тоже могу вышить вот такую миниатюрку. И буду ее носить. Приходят у меня уже идеи по поводу оформления этих штучек. Мне очень-очень нравится. Никогда у меня не было вот такой, таких мелких, интересных вещей для прикладной вышивки. И очень-очень мне нравится. Мариночка, прям огромное тебе спасибо. Супер. Так, ну что. Ой, прям аж руки трусятся. Смотрю на эти пакетики. Смотрю на вот эти бусинки внутри. Боже мой. А тут еще одна бобинка. Не заметила. Вот еще одна с эфировой башней. Две бобинки. Класс. Так, сдерживаю себя, чтобы не кричать, не визжать. Давайте все будем открывать. Посмотрите, как все упаковано. Ну, очень качественно, просто на века. Ну, боже мой. Марина, ты гений своего дела. Боже мой. Какие тут вещи шикарные. Обалдеть. Простите меня за мои возгласы. А это закладка. Ой, какая красота. Слушайте. Какие красивые камушки. Я надеюсь, камера будет передавать всю эту красоту. Мы воспользуемся вот так бобиночками. Посмотрите, какой комплект. очень нежно, очень стильно. Просто сокровище. У меня нет слов. Интересно, подобраны камушки. Вот это я смотрю, это природный камень. Вот эти природные камушки. Ну, это понятно, это кристаллики, да. Мне кажется, что вот этот тоже зелененький, это тоже природный камень. Но я не уверена. Знаете, очень приятно иметь в руках вещи, где используются даже природные камни. Потому что они несут в себе очень интересную энергию. Да, вот свою собственную. Мы занимаемся тоже вот наше оборудование на основе как бы природных камней. Поэтому я кое-что знаю. Очень красивые камушки. Замечательные. И все стильно и очень красиво подобрано. Я в восторге. просто вот никогда у меня, знаете, не было этих вещей. И как-то все, ну, не доходили руки. И отдельно заказывать как-то не получалось. Но вот получив и подержав в руках эту красоту, я теперь понимаю девочек, да, у которых вот много всяких штучек. Ой, боже мой, какая красота. Ой-ой-ой-ой. Марина, ну ты даешь. Я вообще не знаю, с чего начать. У меня такой восторг. Боже мой, вот эту почетку открепить розовую. Розовую нежность. Девочки. Девочки. Ну, это вот девочкина. Это вот такое нежное, такое цветочное, такое вот феечка здесь. Какая красивая. Посмотрите. Боже мой. У меня прям нет слов. Вот эта бусина вот эта бусина с розочкой, да, внутри. Просто это, знаете, это восторг. У меня нет слов. Я не знаю, как выразить словами, описать эту красоту. Очень нежно, очень воздушно. Я вот прям, наверное, его сразу я дину на ножнички. Посмотрю. Сейчас я, конечно, открою другие маячки. Ну, вот он меня зацепил, да. Такой вот сейчас нас лето, жарко. Хочется цветов, хочется чего-то интересного. Вот тоже посмотрите, какая красота. Я видела у Марины на ее страничке вот эту красоту. Мне очень нравилась эта старинная такая ваза, да. Восток. И как громадно подобраны кристаллы и шармик. Все хорошо сочетается, цвет веревочки. Но, знаете, это произведение искусства, это не просто шармики. Здесь очень творческий подход. Все очень качественно. Класс. Марина, Марина, что ты со мной делаешь? Это вообще сойти с ума. Обожаю золотые цвета. Вот такое вот что-то яркое. Здесь такая корона, шармик в виде короны. Красивая маленькая бусинка с таким цветочком. Маленькие аккуратненькие бусинки, хорошо подобранные. Очень красивый... Ой, не убегай. Красивый такой маячок, аккуратненький, но очень такой стильный и яркий. Люблю, люблю такую красоту. Марина, не знаю, как буду тебя благодарить. Это... Это что-то. Вот такая красота. Остался еще один пакетик, но он большой. Там много всего. Я вижу, там есть морские сюжеты. Начнем с моря. Ой, какой комплект. Сейчас, девочки, подождите. Все, это просто... Это просто что-то. Так, очень тяжело показать. Здесь вот такая тоже штучка. Посмотрите, какой комплект. Значит, здесь вот такой маленький шармик, наверное, для нитковдевателя с рыбкой и второй шармик, шармик, извините, подвесочка для ножниц. Летний стиль, штурвал, кораблик. Ой, просто мне так нравится. Дыхание лета и море. Обожаю море. Но сейчас жарко, мы только на море ездим постоянно. Наверное, вот этот маячок сейчас одену. сейчас по сезону. шикарная вещь. Вот так. Очень красиво. Очень. Я в таком восторге. нет, извините, слов не хватает. Наверное, видео получится таким сумбурным. Ну, осталась еще вот одна последняя вот эта вот такой пакетик открывает. Девочки, ну, вот как можно не влюбиться в эту красоту. В этой подвеске, мне кажется, отображается зимнее дыхание легкого хрустящего снега, кружащихся снежинок и сосульки. Какая красота. Очень красиво. просто словами это все мне описать, девочки. Я не знаю, что будет показывать камера. Я старалась ее настраивала, чтобы более-менее она могла хотя бы показать все эти вещи. хрустящие. Ну, это шедевры, это произведения искусства. Я не могу сказать, что это просто изделия ручной работы. Это произведения искусства. потому что в каждом изделии есть своя душа. несет себе какую-то даже можно сказать историю. И давайте еще раз пройдемся вместе по всем предметам. Хочу показать вам каждый в отдельности уже без лишних эмоций, потому что видео действительно у меня получилось очень-очень таким сумбурным. Ну, понимаете, столько красоты вызывает очень много эмоций и начинает немножко все как бы в голове путаться. Хочу начать с моего комплекта, который я уже как бы начинаю применять. Вот первый это нитковдеватель ДМС. Я очень люблю пользоваться. И здесь у меня появился вот такой маячок с чудесненькой рыбкой. Очень мне нравится. И ножнички у меня тоже нарядились вот в такой летний морской красивый маячок. Очень-очень мне нравится этот комплект. Вот такой нежно-розовый маячок с красивой феечкой. Красивые бусинки Сваровские. Замечательная бусинка с розой в центре. И стрекозка. очень нежный. Мне этот маячок особенно понравился. Комплект маячок и закладка. Выполненные в таком немножко классическом каком-то стиле. Очень красивая вот эта палочка, которая является закладкой. Замечательные бабочки, бусинки сваровские, кристаллы сваровские. Также используется несколько натуральных камушек. камушков. Не знаю, как они называются, но видно, что это натурально. Вот по поводу зелененьких я не уверена. Чем-то похоже на нефрит, но не уверена, не буду говорить. Надо было переспросить у Марины. Очень стильный и красивый такой комплект. На подарок тоже кому-то, мне кажется, будет изумительно. Прекрасная амфора. Этот маячок я буду называть «Очарование Востока». Украшен интересными бусинами, похожи на имитацию рубина, сапфиров, каких-то вот таких восточных камней и, конечно же, восточная интересная такая ваза. А этот маячок можно назвать королевской легандностью, так как он изобилует золотыми такими бусинками и золотой короной, но он не напыщенный, он очень тонкий и элегантный. Особо очарование придает здесь маленькая бусинка с цветочком, ну и, конечно же, это замечательная корона. Очень красивый. И еще один маячок, который просто покорил мое сердце, это зимний маячок со снежинкой и оленем. Мне нравятся здесь прозрачные голубые вот такие бусины, как кристаллики, как будто это снежинки или льдинки, которые собрались в этом маячке. конечно же, это замечательная снежинка. Очень нравится, прям уже хочется зимы, чтобы нарядить свои ножнички вот в такой зимний красивый маячок. Сколько у меня красоты появилось. Снимаю видео уже долго, потому что играю с этими бусинками, с этими шармиками, рассматриваю много эмоций, что-то получается сумбурно, вы меня уж извините. Хотела это видео делать как добавкой к другому видео о продвижениях, но так как оно получится большим, поэтому оно выйдет у меня отдельным видео. Не судите строго за какие-то сумбурные мои высказывания, все это на эмоциях, все это живое и настоящее. Мариночка, тебя хочу поблагодарить особенно за твой супер подарок, который подарил мне много радости, много счастья. Хочу пожелать тебе, чтобы твое творчество всегда развивалось, идеи посещали, чтобы всегда было у тебя вдохновение. И конечно же моим зрителям я хочу пожелать всего самого хорошего, хорошего настроения, радуйте себя разными покупками и разными мелочами. Даже маленькой штучкой можно себе так порадовать и принести себе много-много хорошего настроения. На этой ноте я желаю вам всего самого хорошего и хочу закончить это видео. До новых встреч и пока-пока.